Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это видео об улучшении качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим с вами о прямом восприятии. То есть это способность человека видеть напрямую так, как есть. Когда мы не полагаемся на те данные, которые нам кто-то сообщает, или даже это не данные от органов чувств, то есть я имею в виду зрение, слух, обоняние, осязание. Прямое знание – это когда мы именно знаем. То есть это то, что раньше называли вера, но в его исходном понимании. Когда человек не слепо верит, а когда он знает о том, что это так и есть. То есть вот об этом я говорю. Прямое восприятие – это когда мы можем почувствовать, если так сказать, языком человека, но это не чувствование, а действительно больше относится к знанию. То есть, например, человек вдруг понимает, что он знает, что происходит сейчас с его близким человеком. И это и есть вот такая прямая передача. И проводились даже опыты, исследования, когда один человек таким образом точно рассказывал о том, что происходит с другим человеком на другом конце нашей игровой площадки. И это естественным образом происходит, бывает у людей, близких, очень связанных близко. То есть это мать с ребенком или два близких человека, которые долгое время живут вместе. И такое чувствование, оно на самом деле присутствует у каждого из нас. Главное, чтобы не закрываться от него. Потому что мы от него закрываемся чем? Ложью, негативными эмоциями, прячем что-то в своем пространстве, а потом не можем почувствовать ни себя, ни другого. И вот когда я говорю об открытости, о честности, то это как раз дает нам возможность научиться вновь чувствовать друг друга, чувствовать пространство, чувствовать себя. И мы упираем то, что мешает нам чувствовать. Вот это я называю негативным зарядом. То есть это непринятие. И когда мы можем вновь посмотреть на это как есть, то есть прямым восприятием, то это все уходит. Это перестает на нас влиять. И мы чувствуем, что да, здорово, что с нами на самом деле произошли чудесные изменения, которые помогли нам в улучшении качества жизни. И когда это происходит, то человек меняется. Вы можете посмотреть, допустим, на любого человека, который занимается духовной практикой на ежедневной основе. То есть я имею в виду не просто делает вид, что занимается, а действительно его практика позволяет как раз убрать негативный заряд. Потому что многие люди считают, что они занимаются духовной практикой. То есть на самом деле это больше касается просто тех, кто не совсем понимает, что такое практика. А практика любая, которая, ну скажем так, позволяет человеку находить то, что не работает, то есть воспринимать как есть и рассоздавать это. И как раз и будет помогать человеку в улучшении прямого восприятия. Поэтому если у вас происходит озарение, происходит восстановление способностей, вот это как раз та духовная практика, которая вам нужна. Я, например, применяю процессинг. Процессинг, он как раз позволяет человеку соприкоснуться с собой, заглянуть вглубь себя и с помощью прямого восприятия рассмотреть то, что ему мешает избавиться от этого. Но не просто выкинуть или подавить, а действительно рассмотреть, размоделировать, чтобы это перестало влиять на него и на других. Вот поэтому я вас, друзья, приглашаю в Академию Счастья для того, чтобы попробовать процессинг и на самом деле для того, чтобы научиться прямому восприятию и чтобы понимать и себя, другого, понимать природу, Вселенную вот именно так, как она есть. То есть без какого-то подавления или обесценивания, а напрямую – чувствованием, прямым восприятием. Если вам это интересно, то пишите мне. Мои контакты будут в описании под этим видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями и близкими. Вот. И мы будем общаться в этих видео. Я их записываю ежедневно. А в среду в 19.00 провожу прямой эфир, где рассказываю более подробно о процессинге, о том, как он помогает в улучшении качества жизни. Вот на этом, друзья, на сегодня все. Всем счастья, гармонии, осознанности. И до скорой встречи.